Светлана Иванова. Ей 39, а мужу 63. Она 8 лет ждала предложения от женатого режиссера, внебрачные дети и статус любовницы. Звезда сериалов «Тест на беременность» и «Собор» сегодня ей 39, и она одна из самых снимаемых актрис в российском кинематографе. Внешне ее часто сравнивают Джулией Робертс. На счету нашей героини более 90 ярких ролей, и почти каждая из них «Главное». Она 8 лет ждала предложения от женатого режиссера, родила мужчине двух дочерей и как-то пережила статус любовницы. Как сложилась непростая судьба яркой, обаятельной и талантливой актрисы Светланы Ивановой. Будущая кинозвезда родилась в Москве, в семье, которая была совершенно далека от театральных сцен и съемочных площадок. Мама и папа инженеры энергетики были полностью поглощены наукой, и своих дочерей тоже хотели видеть в этой сфере. Поэтому девочек, а у актрисы есть младшая сестра, они отдали в математическую гимназию. В какой-то момент родители приняли решение развестись, но отец продолжал поддерживать контакт с детьми. Семья жила хоть и скромно, но мама старалась находить возможность покупать книги и, конечно же, водить девочек в театр. В юном возрасте у Светланы появился кумир из мира кино, один из главных голливудских красавцев Джонни Депп. Иванова вспоминает, что вся ее комната была увешана его плакатами. Он был одним из мотиваторов пойти в драматический кружок. После окончания старших классов девушка твердо решила поступать в Амхат, но вступительные экзамены она провалила. Слово «нет» она услышала и в других театральных вузах, однако Светлана девушка крайне упрямая. Иванову удалось показать свои лучшие стороны, и в итоге она была принята на курс актера и режиссера Игоря Ясуловича. Первые съемки в кино случились еще во времена учебы. Дебютом стала криминальная лента «Крестный сын». После этого талантливая ученица получила еще несколько предложений. Среди них была и девятая рота Федора Бондарчука. Здесь Ивановой досталась эпизодическая роль невесты одного из главных героев в исполнении Алексея Чадова. А потом была военная драма «Франц Люсполина», которая принесла первую награду «Лучшая женская роль» на международном фестивале. Сюжет повествует о любви немецкого солдата и белорусской девушки, которая случилась в разгар Великой Отечественной войны. После такого оглушительного успеха за молодой актрисой буквально началась охота. Режиссеры массово хотели видеть ее в своих фильмах. Заканчивались одни съемки и тут же начинались другие, росло и количество наград и достижений. За роль в фильме «Отец» Иванова получила главный приз на международном фестивале военного кино. А за семейную драму «Привет, киндер» Светлана была отмечена на детском кинофестивале «Артек». Заполучить молодую звезду захотели и театралы. Режиссер Галина Волчек лично пригласила девушку принять участие в спектакле «Три товарища». А после успешного сезона позвала артистку в труппу театра «Современник» уже на постоянной основе. Телесериал «Тест на беременность» принес Светлане всенародную любовь. Проект был очень тепло принят зрителями. В итоге лента о жизни сотрудников акушерского отделения была продлена на несколько сезонов. Актриса настолько хорошо вжилась в роль врача-гинеколога, что прохожие, прося автограф, называли ее, как и героиню, Наталья Бахметьева. Также еще в начале карьеры Иванову сильно смущалась слишком простая фамилия, и она даже придумала несколько вариантов псевдонимов. Среди них был вариант Ива или Иванова. Итогом всех этих раздумий было решение сохранить свою, и она осталась Светланой Ивановой. Такой же яркой и насыщенной, как карьера, оказалась и личная жизнь нашей героини. Еще в студенческие годы она встречалась с восходящей театральной звездой, актером Иваном Просецким. Но короткий роман, случившийся между молодыми артистами, не привел к чему-то более серьезному. А вот следующие отношения уже были похожи на попытку создать полноценную ячейку общества. Кинооператора Вячеслава Лесневского Светлана встретила на съемках картины «От любви до кахания». Дружеские походы в кафе быстро переросли в настоящие чувства, и молодые люди начали жить вместе. Во время отдыха на Мальдивах они даже сыграли свадьбу, которая хоть и не имела юридической силы, но была важным этапом для обоих. Казалось, что и настоящее бракосочетание уже не за горами. Вернувшись в столицу, Иванова отправилась на очередные съемки. Это была военная драма «Август 8-го», где в кресле режиссера восседал Джаник Файзи, и этот проект перевернул их жизни. Между Джаником и актрисой вспыхнул бурный роман. Влюбленных не смущала огромная разница в возрасте. Мужчина старше на 24 года. И даже тот момент, что ее дома ждал гражданский супруг, а режиссера – законная жена и двое детей. Отношения продолжались и после окончания съемок. Файзиев жил на два дома и не спешил с бракоразводным процессом. Долгих 8 лет актриса жила в статусе любовницы. За это время Светлана подарила любимому двух дочерей. Своему первенцу она дала имя Полина в честь героини того самого фильма «Франц плюс Полина», который принес ей широкую известность. После рождения второй девочки Файзиев наконец-то разошелся с женой и сделал предложение Ивановой. Свадьба прошла в закрытом режиме. О том, что они муж и жена, СМИ и поклонники узнали лишь через несколько лет. Сегодня Светлана продолжает активно сниматься, но признается, что ради семьи готова отказаться даже от самой интересной роли. Только за этот год с ней вышло уже семь проектов, среди которых продолжение психологической ленты «Триггер» с Матвеевым в главной роли, а также семейная драма «Вы меня видели» с Никитой Ефремовым и приключенческий сериал «Юг». Всего на ее счету 95 работ и, видимо, уже в следующем году она преодолеет красивую отметку в сотни киноролей. Давайте же пожелаем этой замечательной актрисе новых творческих совершений, крепкого здоровья, а также долгого счастья в личной жизни. А вам нравится эта актриса? Какая из ее ролей вам кажется наиболее наилучшей? Субтитры создавал DimaTorzok